Сейчас в продаже появились деловые костюмы с брюками на веревочке. Клянусь, я увидел это в магазине и сказал продавцу, выглядит жалко. Показывает, как сильно мы сдали позиции. А он сказал, да не, людям нравится. Конечно, нравится. Можно съесть на обед слона и отправиться на большую презентацию. Сейчас в Америке появился тревожный тренд. Переписывание науки под идеологию. Или в соответствии с тем, какой вы хотите видеть реальность. Мы дошли от принятия полноты до ее честования. Это что-то новенькое. Расценивать свою неумеренность как повод для гордости. Раньше мы хотя бы пытались быть спортивными и здоровыми. И общество восхваляло тех, у кого это получалось. А сейчас термин «бодипозитив» значит «я прекрасен таким, какой я есть, потому что я – это я». Это какой-то о-ройл, как часто «позитив» используется, чтобы описать то, что нельзя назвать здоровым. Ну, конечно, пока вы молоды, вы можете справиться со всеми недугами. Но ответьте мне, вы когда-нибудь видели толстого 90-летнего старика? Пугающе, не правда ли? Доброй среды вам, друзья. Недоброй среды вам, мне, друзья. Билл Мар. Я с ним общался 20 лет назад, в 2002 году, после того, как его слили с ABC. Слили за то, что он в прямом эфире во время своего шоу согласился с собеседником, что тех арабов, которые управлялись самолетами, что врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке, нельзя называть трусами. То есть, как угодно их можно увеличать, но трусами назвать нельзя. Был большой скандал, рекламодатели отозвали из его шоу свои бюджеты. В общем, его слили. Достаточно интересная у нас была беседа, к сожалению. Она была только в печатном виде, воспроизведена в наших газетах. Где-то у меня, кстати, исходники сохранились, записи. Но песня совсем не о том. Я слежу за ним, после того, как он в 2003 завел свое шоу на HBO. Вот этот сюжет, это просто блистательный, блистательный пример, как можно использовать контекст для того, чтобы какую-то, казалось бы, ну, какую-то, ну, условно говоря, бытовую хуйню превратить в сюжет про политику. Про политику. То есть, это отличная упаковка контента с помощью поворота сюжетного и коммента. Блестящая работа. Вот буду со студентом показывать и разбирать этот сюжет.